Дороги, наболевшая проблема жителей пригорода. Не проехать на машине, не пройти без труда пешком к собственным домам теперь не могут жители частного сектора поселка Загородный. На единственной дороге, на которой застревали весной машины и даже карета скорой помощи, наконец-то сделали подсыпку. Только вместо песка и щебня огромные валуны и строительная пыль. Среди жителей поселка даже ходит шутка, что пора пересаживаться с автомобиля на танк. Ведь по такой дороге проехать сможет только тяжелая техника. Почему попытки благоустроить поселковую дорогу не уменьшались успехом? Смотрите в нашем следующем репортаже. Это дорога в частном секторе поселка Загородный. Если раньше здесь с трудом проезжали машины, то теперь здесь сложно пройти даже людям. Дорога засыпана огромными валунами, из которых торчит ржавая арматура. Актуально в данной ситуации известны крылатые выражения, что дорогу осилит идущий. Причем в прямом его значении. Осилить эту дорогу в частном секторе поселка Загородный можно только передвигаясь на своих двоих. Легковая машина вряд ли без ущерба для подвески и колес преодолеет этот каменный путь. Местные жители тоже не рискуют своими железными конями и оставив авто чуть ли не за километр от дома, пробираются пешком к воротам сквозь насыпь из валунов, обвитых проволокой и ржавой железной арматурой. Бетонные куски с торчащей арматурой очень напоминают строительный мусор. Появились они здесь в конце прошлой недели. Неожиданно среди бела дня. В социальных сетях даже теперь ходит шутка, что жителям поселка Загородный пришла пора пересаживаться на танк. Местные автомобилисты, которые возвращались вечером с работы, негодовали. На дороге выросли к концу дня каменные горы. Мы смотрим, КамАЗы приезжают, разгружаются. И мы уже теперь вообще не можем ни пройти, ни проехать сюда. Тут было вообще хоро. Вот сейчас мы их раскидываем собственными силами, чтобы как-то пройти хотя бы. Жители Загородного предположили в беседе с нашей съемочной группой, что инициатива благоустройства может исходить от администрации сельского поселения. Скорее всего, по замыслу инициатора, большие бетонные куски должны заполнить ямы. И в межсезонье здесь больше не будут тонуть в грязи легковые автомобили и кареты скорой помощи. А такой случай был в апреле этого года, который вызвал большой общественный резонанс. У меня сын заболел. Там у него какая-то инфекция была. Потом аппендицит вырезали на фоне этого. Но приезжала скорая и вот здесь застряла. Собственно, мы своими силами вытащили. Вторая скорая приехала, только второй скорой его эвакуировали. Администрация Михайловского сельского поселения, как рассказали жители, пообещала тогда принять меры и привезти дорогу в надлежащий вид. Обещанного ждали около двух месяцев. И дождались. Вот только местные жители слова благодарности говорить и писать пока не готовы. Мы решили уточнить у местных чиновников, действительно ли они решили взяться за благоустройство дороги. Отрицать не стали. Вот только приняли нашу съемочную группу без энтузиазма. Мужчина, назвавшийся главой сельского поселения, от разговора на камеру отказался. Вполне банально аргументировав позицию. Мне нет времени. Ну то есть вы, получается, отказываете? Да не отказываете. Я вам только что сказал. В коридоре не поймали, а в коридоре говорили о том, что еще не утрамбовать. Утрамбуем, все будет хорошо. А цифры еще не скомпают. Для этого достаточно. Остается надеяться, что на это не потребуется еще пара месяцев. А пока жители поселка подозревают, что с дорогой выйдет та же история, что из горой Вета, которую чиновники спилили больше года назад, но до сих пор не вывезли. И они лежат мертвым грозом среди частного сектора. Администрация уже Калининского района пообещала выезд специалистов на место. Как уточнили нашим журналистам, да, действительно, специалисты администрации Михайловского сельского поселения провели осмотр. Но о результатах пока неизвестно. Наша редакция будет следить за развитием событий в поселке Загородный. Тем более, проблема непроходимости подобных дорог в поселках и селах по-прежнему есть. Между тем, в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» идет масштабный ремонт дорожного платна. О невдовлетворительном содержании автомобильных дорог регионального межмуниципального значения Калининского района нужно сообщить круглосуточно в диспетчерскую службу по телефону 345654. Код города 4822.